Кстати, накануне универсиады вроде бы не говорят про модернизацию теплосетей, а очень хотелось бы, ведь первые испытания на холод городские трубы не прошли. В мэрии все произошедшее восприняли философски. Говорят, этого ожидали. Подробности у Ангелины Селиной. Работы, как и сроки завершения, как в тумане, и ведутся очень медленно, говорят жители. Только сегодня на судостроительной, где еще в субботу произошел порыв теплосети, приступили к устранению аварии. Красноярцы рассказывают, в течение двух дней обзванивали все службы. Ходить среди клубов пара было небезопасно. Два дня вот шел пар был, выше десятиэтажного дома. И довольно-таки большая площадь охватила паром. Дорогу освободила от снега. И никто не приезжал, совершенно никто не реагировал на это. Не реагировали специально, пояснили в департаменте горхозяйства. Причина – заморозки. Отключать людей от тепла в мороз было нецелесообразно. А приступить к устранению аварии, которая случилась на сетях, относящихся, как выяснилось, к службам МВД, рабочие не могли. Температура воды в трубах была выше 100 градусов. Все, что представилось возможным в данной ситуации – ограничить движение транспорта и надеяться, что за это время порыв не усилится. Чтобы бабу детям сделали каточек, развлекли дворников. Пытаются шутить, но самим не до шуток. Весь двор превратился в каток. Так рабочие отогревали временный водопровод. По нему в связи с плановыми работами поступает вода в дома жителей на улице 60 лет СССР. Проверку морозами система не прошла в первый же день. Труба перемерзла, и люди остались без всякого водоснабжения. Сейчас в квартиры поступают тонкие струйки воды. Но жильцы не перестают опасаться, что и это перемерзнет. И задают резонный вопрос – почему для ремонта выбрали самые холодные дни? Мы еще задавали вопрос, а не перемерзнет ли она, эта труба ПВХ. Нас заверили, что нет, вы что, нам технологии все в порядке, все нормально. Так если плавно, товарищи, так вы сначала проверьте, в каком состоянии у вас находятся все сети. Примите уже заранее план работ, а потом уже вскрывайте один раз асфальт, делайте эти работы, ложите его и больше туда не лезьте. Только в случае аварии. А у нас все получается через, извините, не знаю, какое место. Утром в субботу случилась эта беда. Пока кому-то дозвонились, было уже совсем поздно. А вот предприниматель Николай Ефремов говорит, открыл магазин слишком рано, за три дня до аварии, в доме со старыми теплосетями. Теперь вместо прибыли убытки на полмиллиона. Огромный убыток, я не знаю, как малому предпринимателю, мне его вообще никто не возместит, это понятно. Не жду от города хотя бы извинений, что ли. Но за извинениями, как и за возмещением убытков, придется идти в суд и доказывать, виноваты старые трубы. В департаменте городского хозяйства сегодня ответили всем и сразу. Нечего удивляться, они знали, что порывом в городе быть. В 1866 километров магистральных и разводящих сетей теплоснабжения 30% из них отработало свой ресурс. Учитывая, что на выходные дни пришелся как раз пик морозов и температура в сети составляла 118 градусов, то, соответственно, это в первую очередь послужило расширению трубопроводов и наличию таких утечек. И, как обычно, все обо всем знали, но предупредить не смогли или не захотели. Кстати, здесь же в департаменте отмечают все сравнения порывов за выходные с ЧП Нововилова некорректны. Нововилова – частный случай, а эти порывы – закономерность. Ангелина Селина, Евгений Майчев, Новости ТВК.